Ребятушки, всем привет! Вы на канале Джонни Кэтсвелл и давно хотелось бы сделать переобзор на эсминец ССР 10 уровня Грозовой. Во-первых, там сборка поменялась, ну и конечно сейчас мы посмотрим на его версию с уникальной модернизацией. Бросить тебе ролик понравится, ставь лайк, подписывайся на канал, ну и качай группу, мои ссылочки в описании. Особенности Грозового это отличный универсальный эсминец, который обладает мощным ГК вооружением, а также адекватными торпедами и при этом богатым набором расходников. Бронирование у него отсутствует, в отличие от Дельного либо Хабаровска, здесь 19 мм. Живучесть у Грозового, ХП 24400, но есть ремонтные команды, есть дымы и форсаж, все это отлично влияет на его живучесть, однако корпус у него достаточно крупный. Артиллерия, 3 башни по 2 орудия калибром 130 мм, с уникалкой и со всеми навыками, перезарядка у нас 3,4 секунды, что достаточно быстро. При этом орудие имеет чуть лучше баллистику, чем у Хабаровска и отлично попадает на максимальную дистанцию 14,8 км. Комфортно стрелять даже по крейсерам и даже в принципе по эсминцам. Но уже и нас фугас с уроном 1800, эсподжог 9% и бронебойки 2600. Опять же за счет хорошей баллистики, быстрой скорости полета снаряда, Грозовый способен легким крейсерам на дистанции км 8 и ближе побивать цитадели. И вблизи при этом он может уничтожать одноклассников, конечно не всех, Марсо его перестреляет или Хургума, но дать бой он им способен и убивать девяток тоже. Торпеды. Ему апнули торпедные аппараты, теперь дальность хода аж 12 км, раньше было 10, однако перезарядка с уникалкой очень долгая, время перезарядки аж 154,8 секунды. За бой иногда попадаешь парой торпед, но это второстепенное вооружение. Заметность 1,3, скорость хода 65 узлов, урон 16200. Если вам не нравится играть в ГК, то в целом я предполагаю, что вариант в торпеды также будет более-менее адекватным, но играйте все-таки на Грозовом конкретно от пушек. Во! Оценили 63 и при этом здесь есть заградка. Грозовой сбивает авиацию, лампочки, восьмерки, даже у десятки самолеты под заградкой немножко покосит. Маневренность. Эсминец вполне быстрая, максималка 41,5 узлов, плюс есть форсаж, циркуляет 720 метров, перекладка 4,6. И маскировка в этой сборке 6,7, но в полной прокачке, если не ошибаюсь, он будет светиться 6 км. И как мы видим, конкретных минусов у эсминца нет. Здесь все сбалансировано, все характеристики на уровне. Снаряжение. Есть дымы, форсаж, хилка очень полезная, и заградка все это в разных слотах. Очень богатый, обширный набор расходников. Сборка. Как на картинке, отмечу здесь уникалку автомат заряжения главного калибра. Она ставится в 6-й слот вместо стандартного досылателя. И апает перезарядку на 18% ГК. Так как это артиллерийский эсминец, то она будет нам полезна. Штраф. Это поворот орудий на 7%, что вообще не особо важно. И перезарядка торпед увеличится на 20%. Это, конечно, неприятно, но для такого эсминца вполне адекватно. Тем более мы усиливаем главную нашу сторону и немножко ухудшаем второстепенную. Альтернативно можете во второй слот взять, конечно, Порсаж. Итак, Кэп. Вот такая сборка. Я считаю, в рандоме можете спокойно играть без маскировки. И сэкономить 4 перка, взять на них что-то другое. В качестве последнего навыка здесь взят наводчик. Но если хотите, вы можете взять, допустим, артиллерийскую тревогу, либо какие-то другие навыки. Ну что ж, погнали смотреть бой и делать выводы. Итак, бой против всех десяток. Если ошибаюсь, карта называется Зона Крушения Альфа. Успела здесь пробросить торпеды во вражеские цели. И сейчас даже 2 попадут. Опять же, то, что они идут на 12 километров, это плюс. Грозовой. Это отличный эсминец, который сбалансирован. У него, в принципе, нет слабых сторон. Он универсален. Здесь очень неплохой ГК. С одной из лучших баллистик среди этого класса. И стрелять суперлегко. Можно играть как характеристический эсминец. Просто взрывать линкоры постоянно. При этом у него хорошая живучесть за счет, во-первых, адекватного инвиза, хилок, дымов, ну и фроссажа. То есть у эсминца большой потенциал эскейпа. Можно где-то похилиться. И, в принципе, уверенно стрелять в дымы. И засесть оттуда безнаказанно работать. Также у корабля доступна заградка, чтобы позабивать самолет, ну или, по крайней мере, не дать им совсем уж и безнаказанно на тебя заходить. Ну и не обделили его торпедами. Они идут сейчас на 12 километров. И вы можете его прокачать хоть фулл торпеды. 57 тысяч урона. Забираю здесь базана. Обратим внимание на его шикарную баллистику грозового. Кидаю его по магии на 12.7, но без проблем попадаю. Комбинируйте боеприпасы. Старайтесь, конечно, поджигать. Если борта это ББшки, они здесь злые за счет баллистики и скорости прилета снаряда. Попадают более прямо и пробивают казематы, где там слабые 3,2 миллиметра. Но суперлегким крейсерам, как, например, Сиджонг, можно и выбивать цитадели. Ну и, конечно, они прям бортом. Грозовые разработчики назвали, можно сказать, самым лучшим эсминцем прокачиваемым. Есть видос, и я могу с ними согласиться. Это действительно годный корабль. Я его рекомендую прокачать, особенно сейчас. И если вам нужны универсальные эсминцы, которые влияют на бой, то берите. Ну а также на Грозовом вы сможете поучить стрелять ГК. И потом уже пересесть после, например, японских торпедных эсминцев. После Грозового уже и на ГК явные корабли, типа Дельного, либо Калибера. Мне, например, на Грозовом играть нравится. Чувствуется его обширный круг. Геймплея, да, большой спектр задач, который он может выполнять, по сути, ему любые задачи по зубам. Хочешь, можешь перехватить эсминцы, убить хочешь, захвати точку. Где-то постреле по линкорам, где-то подлови крейсер, где-то вот торпедируй. Ну и здесь мы рассматриваем его версию с уникальной модернизацией. Ее тоже рекомендую поставить. Если вы часто играете на эсминцах, вам нравится Грозовой, то приобретайте. Она делает советский топ еще сильнее. Грозовой мне чем-то меняет универсального десантника советского, который отправляют с самолета выполнять задачу, и он с этим справится. Как и этот эсминец. Уверен, будет задача выполнена. Заливаю здесь агайо. Главное, чтобы прокали пожар. Вы можете, в принципе, прокачать пожар и взять соответствующие флажки, и он будет неплохо даже поджигать. Уже почти стоточка. Еще есть у меня три хилки, и это отлично, потому что лучше всего я установлю беспособность. Вспомните, каким был вообще раньше Грозовой. У него не было таких дальнобойных торпед, у него не было ни хилок, ни заградки, и сейчас из него сделали настоящую конфетку. Напиши в комментариях, на какие корабли ты бы хотел, чтобы я сделал обзоры. Сейчас у меня в планах, естественно, лодки черных пятниц, но и также я закрою уникалки. Вот, пожалуйста, Грозовец уникалка, и будет, наверное, скоро Холланд и Дейлинг. Ну, если вам интересно, забегаю вперед, там уникалки вполне хорошие. Следите за механикой переподжогов. Сейчас буду дальше зажигать Огайо-Бургунь. Ну и преследую американский линкор. У Грозового и скорости хватает, она здесь вполне адекватная, чтобы догонять тяжики. Забираю Бургунь. Огайо такой линкорчик немножко неприятный. У него и палуба 38, каземат, еще и хилец он часто. Придется с ним здесь повозиться. Стреляйте с зажимом, постоянно осматривайтесь. Осматривайтесь. Правокну к мыши не пренебрегайте. Меня часто ругают за то, что происходит постоянное вхождение в прицел, какое-то славит шоу, кому-то это не нравится смотреть. Но, ребят, так надо играть. Надо не просто постоянно статично сидеть в прицеле, а конкретно осматриваться по сторонам. Ты так будешь видеть залпы противника, будешь вовремя тормозить, вовремя уворачиваться, и так будешь улучшать свой уровень игры. Ну, например, о маге кинул, вижу, что он промазал. Там и ббхи, он взял неправильное вхождение, поэтому без проблем иду дальше. Грозовой также вполне можно использовать и в рангах, и в клановых боях. Он отлично походит на роль универсального эсминца, ведущего. Чем-то напоминает Деринг, но, конечно, у Грозового чуть похоже ДПМ, но зато он быстрее, чем британский эсминец. И если вам нужен главный корабль, который будет светить, и при этом успевать толкать, допустим, французские корабли, то будет лучшим выбором Грозовой. Если его еще снабдить перком осмотрительный, да, по-моему, он так называется, то плюс 8% к скорости. Это будет еще прям супер читерный. Он гонит под форсором так 45, будет под 50. Брать внимание, что я не стал сближаться дальше с Агайя. Ну, во-первых, может пойти у ПМК, хотя видим, что он не раз скачан. В-трих, просто я увязну, мы его и так заберем. Я могу его и так убивать с 10 километров, но потом просто не успею доехать до Ю-2501. Там еще есть Любик, это Эльбинг с уникалкой, тестируем и Кремль. Поэтому, чтобы не вязнуть в американский линкор, я и так стреляю, и иду к другим противникам. И пристать 176 тысяч урона за всего лишь 10 минут. Грозовой это может. Он реально хороший, и на нем вполне осуществим убить средуху 140 плюс тысяч. Однозначно его рекомендую, особенно новичкам, попробовать геймплей не торпедных эсминцев, а вот таких вот универсальных. Ну и какое-то время сейчас ничего не будет происходить. Хилки я вообще не потратил. Заградки тоже. Здесь авик на нас не летал. Нет, он две заградки слил, но это было в начале. И универсальный боец близок к победе. Также мне нравится наградок вот этот камуфляжик за 200 голды. Один из лучших пермачей, назовем их так, которые покупаются за голду. Это в альтернативной краске он. Красивый. Подсвечусь я от подлодки. Я понимаю, она спереди меня. Даю блайнды по импульсам. Ю-25-01 в принципе с эсминца не супер сложно убить, потому что на корме у нее вообще торпед нет. Ну и с двух торпед она меня не завалит. ХП здесь еще много, плюс хилки. Начинаю дальше ее додавливать и уже готов скинуть бомбы на голову немецкой Юши. Кремль уничтожили. Подлодку у меня, кстати, стырят, к сожалению, слава. Итак, друзья, грозовый. Отличный эсминец, у которого все стороны сильные. Нет каких-то больших недостатков, но раньше тут отсутствует габ. При этом он может и вблизи отлично стрелять и на дальней дистанции, использовать торпеды и помогать поищу и дымы, и хилки. Напихали все, что только есть. Посмотрели мы на уникалку. Берите, раскачьте перезарядку. С вами был Джонни. Успех вам, крутых боев. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok